В Сан-Диего мы решили поехать к своим друзьям, так как они приехали из России в прошлом году и остались там по туристической визе. Это Лена, Виталик и Ева. Но как бы можно сказать, что наш друг это был Виталик. Лену мы не знали. Виталика мы знаем уже 20 лет. Еще с Киргизии. Мы жили там в одном микрорайоне в Аламедине. Вместе общались. Там молодежь когда собирались. Он к нам в гости тоже приходил. Что-то тут иду. Все люди в машинах просто сидят, кушают. Остановились. Уже вторую машину прохожу. Сидят там. Смотрят. Идет, скажет, болтает сама с собой. Ну и вот когда они приехали осенью, то как бы сразу, конечно, мы не думали там ехать в Сан-Диего. Но уже ближе к весне мы просто узнали об этом городе побольше. Что это большой город. Что там находится много парков. Различных таких мест. Развлечения. Аттракционные парки. Огромный там Балбоа парк. Где много музеев. Вот эта площадка. Тут летом будет фонтан лить. Детки будут брызгаться под фонтаном. И вот поэтому мы решили поехать в Сан-Диего. Если бы, конечно, Лена с Виталиком там не жили, навряд ли бы мы когда-то решили поехать именно в Сан-Диего. Мы никогда об этом не думали. Как-то есть много других мест, куда бы мы хотели съездить. Ну вот решили сразу таких два дела сделать. Их посетить. Встретиться через столько лет с Виталиком. Ну и заодно посмотреть Сан-Диего. И почему, ну я так поняла этот вопрос, как бы они спросили, что раз вот мы поехали к своим знакомым, да, почему мы остановились в каком-то другом доме. Тоже, наверное, не поняли, что мы сняли этот дом. Но почему мы решили снять дом или гостиницу? Потому что у Лены с Виталиком у них там небольшой апартмент однобедрумный. И их трое человек. И мы подумали, что нас трое. И что это как бы очень будет стеснение для них. В первую очередь у них маленький ребенок. У нас тоже Никита. Что всем утром вот шесть человек нужно встать. Всем нужно сходить там в ванну принять, душ там в туалет, зубы чистить. Ну, короче, это, мне кажется, такая морока была бы. Шесть человек. Хотя, хотя мы как бы, вот мы жили в Киргизии в двухкомнатной квартире. Нас было четверо. И к нам приезжали друзья из России. Трое человек. Они жили у нас целый месяц. Нам, конечно, было очень весело. Все вместе мы общались. И тоже вроде мало места было. Но было интересно. Но тут вот решили, что как-то все равно нужно отдельное жилье. Вот это тоже красивый. Это этот бульданеш. Вот такой красивый кустарник. Вот тоже очень красивая такая клумба. Вот этот куст такой бордовый. Ой, такой красивый вообще. Вот он, этот пожарный кран опять стоит. Вот этот дом тоже мне нравится. Так красиво. Вот у них тут такая изгородь. Два огромных дерева. Там у них что-то украшено. Какие-то лавочки, цветочки. Белочки под деревьями. Так это уютно у них. За забором у них бассейн, что ли. Похоже на огромный бассейн, что там стоит. Вот этот тоже дом такой ухоженный. Вот это дерево красивое, вообще белое. Так, ну и почему мы решили не гостиницу или мотель, а дом? Мы искали. Сначала мы, конечно, не думали вообще, что можно дом снять. Стали смотреть мотель и гостиницы. Мотель там самый дешевый. Вроде был 60 или 65 долларов за сутки. Ну, примерно такая цена. И мы думаем, ну нормально, что нам там в основном только переночевать. Нас весь день не будет. Да, помыться. Такой ветер начался. Вдруг не слышно будет. Вот этот дом. Здесь живут русские. Большой такой дом. У них, я не знаю, у них спален там 7 или 8. Он такой большой. Столько окон. И вот этот напротив дом тоже живут русские. Сейчас вот у них тут отделка идет. Участок у них там большой. У них даже тут эти огородики есть перед домами. Потому что обычно говорят, что нельзя огороды. Вот у них участок. Вот они его уже почистили. Что-то будут сажать. И вот у этих тоже. Вот такие делают огородики. Как бы из досок оббивают. Туда землю засыпают. Тоже что-то будут сажать. Как-то я просто смотрела, слушала блогера, что там какая-то проблема была. Писали даже в газетах США, что женщина развела там огород у себя перед домом. И ее за это или посадили, или хотели посадить. Что-то там штраф ей вроде большой внесли. Ну не знаю. Вот у нас в штате, пожалуйста, огороды перед домом. Так, и так, про мотель. Значит, мы стали смотреть эти мотели и гостиницы. И они так интересно делают. Очень хитро. Что смотришь, о, понедельник, вторник, среда 65. Думаешь, ну все, там на неделю нормально. Четверг, пятница уже 100 долларов они берут. Суббота, воскресенье. Уже в два раза цена больше. Допустим, если 65, то там уже 120 или даже 140 были. Короче, цены они очень быстро повышают. И в итоге получается как бы не на ту сумму, которую ты рассчитываешь. И гостиницы тоже самое. Тоже там начинаются от 90 первые дни. И к выходным уже до 200 доходит. Ну пока мы искали. Там Виктор на работе тоже разговаривал со своей напарницей, с американкой. И она говорит, а зачем вам гостиница? Есть, говорит, сайт, где сдают дома. Говорит, Сан-Диего можно там прям на берегу снять дом. Или на острове Коронада. Ну или где-то там в Сан-Диего. И она дала ему сайт, где это все делается. Он зашел туда и стал искать дома. Один дом вот мы чуть не сняли прям там на острове Коронада. Но это, конечно, нам было бы далеко ездить до наших друзей. Хоть там и красиво. Мы там побывали. Съездили туда один день. Но все равно мы бы не смогли каждый день, как мы виделись с нашими друзьями. Там каждый вечер мы могли встречаться. Так как мы нашли потом дом в итоге. Витя нашел. Там недалеко от них. Буквально на машине где-то 10 минут езды. И такой хороший домик. И цена была хорошая. Хозяйка была американка. И муж у нее. Мексиканец. Такие приветливые. Мы сами там могли. Сами, когда хочешь приходишь, уходишь. Сам закрываешь. Они дают ключ. Дают код от своего дома. Код дают. И что там еще. А, ну кухней можно было их не пользоваться. Все там посуда. Плита. Микровей. Все, чем хочешь. Что тебе нужно. Потому что утром мы завтракали дома. Ну и иногда там ужинали. Ну в общем вот так. Постаралась немножко ответить на вопросы. Еще хочу сказать, что я сделала отдельный плейлист. Который у меня называется ответы и вопросы. И туда буду все видео, которые отвечаю на вопросы. Потому что эти вопросы мне уже позадавали давно. Месяц, наверное, назад. И я вот все никак не могу ответить. Потому что много каких-то других там видео, идей. Которые все снимаю. Так что вот в одном плейлисте будут находиться мои видео ответы на вопросы. Ну ладно, все. Всем пока. Пока. Продолжение следует...